Наталья Чудина Наталья Чудина Наталья Чудина Социальное такси для инвалидов Мероприятия культурной направленности Спортивные мероприятия по, допустим, дзюдо, регби, боксу и другим видам спорта Ну и другие мероприятия Ну самые интересные на ваш взгляд, какие такие самые оригинальные, может, гранты? Гранты получателя Их достаточно много. Повторюсь, сейчас у нас одна из организаций инвалидов организовали такой центр, который принимает смс-сообщения от инвалидов, имеющих поражение в области слуха, и передают как оператор эти сообщения в соответствующие структуры органов власти, то есть как обращение от инвалидов. Также этот центр принимает обращение через скайп. Таким образом организуется у нас коммуникация между заявителем, обращающимся инвалидом в соответствующие органы. И сейчас же эта организация, которая выявила такую потребность или проблему в том, что родители, имеющие детей со слухом, у них отсутствует должной коммуникации с детьми. И сейчас они набрали группу, проходят занятия по жестовому языку. Удалось побывать на одном из этих занятий. Довольно-таки интересно. Ну вот тоже это мероприятие интересное. Традиционно одна из организаций психологов проводит тоже ряд мероприятий. В марте у них пройдет традиционный семейный форум. В течение года они планируют поездки по районам и тоже проводить семинары, бесплатные семинары, так скажем, по родительской компетентности. Ну и сейчас они тоже проводят в БК ряд мероприятий, где самым востребованным, так скажем, продуктом или темой стала как раз тема совместных родов, партнерских родов. Вот что еще? Значит, тоже одна из организаций туристической, так скажем, направленности. Они организовали курсы спелеологов. Вот тоже у них, по-моему, с середины февраля начнутся занятия, теоретическая часть. И потом они планируют, видимо, весной провести уже, так скажем, практические вылазки в пещеры по районам республики. Ну какие-то основные требования вы предъявляете к желающим получить ваши гранты? Да, требования у нас к организациям есть. Они описаны в постановлении правительства ХКСН за номером 58. Первое, конечно, для того, чтобы принять участие, нужна годовая государственная регистрация до момента объявления конкурса. Это раз. Второе, организация должна быть социально ориентированной, то есть работать по тем направлениям сфер общественных отношений, которые закреплены в законе, то есть они тоже уже были сегодня обозначены, поддержкой инвалидов, ветеранов, сферы культуры, здравоохранения и так далее. Вот. Ну всего порядка где-то 17-16 направлений. Ну и еще немаловажно, чтобы для организации не было долгов перед бюджетом, налоговые такие вот поступления должны поступать вовремя, то есть не иметь задолженности и организация не должна находиться на стадии банкротства, ну там ликвидации и так далее. Ну а какие-то направления из 17 вот этих направлений у вас находятся в приоритете? Ну да, ежегодно мы стараемся выделить приоритеты направления для себя внутренние, хотя на самом деле для нас, как для организатора, важны все направления. В прошлом году мы сделали акцент именно на те мероприятия, которые будут направлены на поддержку других НКО. То есть создание, может быть, некого центра, который бы оказывал методическую помощь некоммерческим организациям в их деятельности, потому что не хватает организациям должной компетенции для развития НКО. Когда можно ждать следующий конкурс? Так, к сожалению, программа, она закрыта на федеральном уровне. Но в этом году мы традиционно продолжим организацию грантовых конкурсов за счет средств республики. По программе социальной поддержки граждан у нас предусмотрено несколько операторов, так скажем, органов власти, которые организуют такие конкурсы. Это Минтруд, Миннадзе политики и аппарат прежде всего Хакасии. Традиционно эти органы проводят грантовые конкурсы в марте текущего года. Ну а какова сумма грантов будет? Она уже примерно известна? Ну общая сумма по программе, государственной программе социальной поддержки граждан составляет порядка 1 миллиона рублей. Это на несколько, на все проекты? На три министерства. Ага. Сколько примерно есть возможность получить у конкретного грантополучателя денег? Ну исходя из опыта, вы знаете, порядком 150, наверное, в среднем. Ну в зависимости, конечно, от заявки. Но это больше, меньше, чем вот в прошлом году было? Так, ну если брать республиканские средства, мы проводим ежегодно, то она как бы сумма сохранилась по сравнению с предыдущим годом. А если брать ту федеральную септидию, которая поступила в прошлом году, конечно, существенно поменьше. Вообще откуда можно узнать об этом, об этих конкурсах? Где отслеживать ситуацию, чтобы люди знали? Значит, традиционно и в силу закона информация о начале, значит, грантовом конкурсе публикуется в средствах массовой информации в государственных СМИ. Вот, и мы размещаем информацию на правительственном портале, там в разделе общества гранты можно найти. Там размещается информация, как правило, обо всех грантовых конкурсах, которые у нас проводятся в республике. Еще одно направление вашей работы, направление работы вашего ведомства, поддержка жителей малых сел, как она осуществляется? Да, действительно, по своим полномочиям, там скажем, в рамках государственной программы по поддержке малых сел, которая принята по инициативе главы республики Хакасия Виктора Зимина, мы тоже проводим ряд мероприятий. Это, значит, организация выездных мобильных социальных бригад и мероприятия по ремонту кровли в малых селах и отдаленных селах. Кто может получить такую поддержку? По малым селам у нас ездят выездные бригады, которые оказывают различные социальные услуги, услуги психолога, врача, парикмахера. А по ремонту кровли, значит, мы в прошлом году начали эту работу, это новое для нас направление. В этом году мы тоже продолжим эти мероприятия. Кто имеет право принять участие в этой программе, то есть на ремонт кровли, это, конечно, прежде всего, социально защищенные категории, участники, инвалиды Великой Отечественной войны, многодетные семьи, участники боевых действий, пенсионеры. Вот, это вот по ремонту кровли. Общая сумма такой поддержки составляет до 70 тысяч рублей. Вот, ну, всего на эти цели в этом году выделено 5 миллионов 775 тысяч. Вот, ну, исходя из опыта прошлого года, предполагаем, что мы нынче отремонтируем, ну, порядка 70 крыш в малых и отдаленных селах. Как вообще заявить о себе, что хочется новую крышу? Куда обратиться? Значит, для этого гражданин, имеющий такое право, обращается в соответствующее управление социальной поддержки населения района, пишет заявление, комиссия выезжает к нему на село, осматривает крышу и вносит свое заключение. Ну, и по истечении определенного времени выдает, значит, эту субсидию. Как-то за нее потом отчитываться надо будет? Да, абсолютно точно. Гражданин, отремонтировавший крышу, представляет отчет в управление, опять-таки, социальной поддержки населения до 1 декабря текущего года. Вот, после представления, ну, там частями она предоставляется, по половинке. То есть, после ремонта перекидывается гражданин, отремонтировавший крышу, вторая часть этой субсидии. Спасибо большое, Андрей Олегович, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Андрей Шулбаев, заместитель министра труда и социального развития Хакасии. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся.